Девушки отдыхают Команда лучших иллюзионистов мира снова в сборе. Их магия стала еще совершеннее. Сумма выигрыша крупнее, а враги опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду известного техномагната. Мы всегда видим лишь малую часть происходящего. Кинематограф предупреждает, курортные романы опасны для вашего здоровья. И противопоказаны мужчинам старше 50 лет. Да что вам эти предупреждения? Лучше убедитесь наглядно, к чему может привести легкий флирт. А ты очень земная для рок-звезды. Ты попросила его остаться. Почему? Рок-звезда Марианна Лейн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Идиллию пары нарушают визит Гарри, бывшего любовника Марианы и его взрослой дочери. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасностью. Криминальный триллер «Чистое искусство» представляет отечественный режиссер Ренат Давлетьяров. Это история знакомства фотографа и художника, которые увлечены миром искусства. Но за ширмой прекрасного всегда таится обратная сторона. Похоже на одну из его картин. Он ничего не объяснял. Скажите, пожалуйста, а его картины, они очень дорогие? Александра становится свидетелем загадочного убийства и тут же оказывается вовлеченной в криминальную аферу, связанную с живописью и большими деньгами. Теперь кажется, что весь мир против нее. За девушкой охотятся и хотят убить. Пытаясь понять, что с ней происходит, Саша не готова сдаваться. Движимые стремлением разгадать тайну, она начинает свое расследование. Самых маленьких тоже ждет премьера. Мульт в кино. Это семь увлекательных и, самое главное, новых историй с уже полюбившими. Все ваши любимые мультфильмы только на большом экране. В 32-м выпуске мульт в кино «Друг Лунтика Пчеленок. Попробовать спасти мир» Ализа Барбоскина познакомится со звездой шоу-бизнеса Джастином Бобиком. Кроме того, в новых сериях киножурнала зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов. В волшебный фонарь Аркадий Пароозов спешит на помощь и Мимимиш. Ирина Кистерова, Сергей Мякишев, Тюменское время.